обычно когда я вам показываю новые электромобили вы начинаете резко возмущаться и смотрите эти видео гораздо меньше чем все остальные поэтому посмотрите на этот прекрасный ручей но так будет не всегда потому что сегодня я покажу вам новинку от компании zikr это самый простой самый доступный электромобиль в их линейке но даже от него вы охренеете потому что это zikr икс вот так вот а если что-то пойдет не так и все у вас механика даже то есть они прям ну капец снаружи то ее нет своего рода кимоно вы можете даже испугаться и если честно выводы там не утешитель на печаль ну просто ты все вот так убила тинь-тинь пум-пум чё за вообще за дичь и это кстати очень символично почему потому что принципе мы начинаем с конца и по секрету вам скажу вы уже примерно предварительную оценку zikr 001 уже видели до мою скоро я покажу вам минивэн это просто отвал башки и конечно же 001 оранжевый z sport до который просто мне кажется снес голову всем в принципе кто на нем хоть сколько-то немного-много поездил потому что ну ребят вы просто к этому не готовы и сразу вот так вот раскроем секрет да потому что эта машина будет на третьем месте среди них то есть даже несмотря на то что вроде бы она новая она все равно крутая сейчас объясню почему по полочкам все разложим пройдемся как всегда по основным моментам в электромобиле у нас версия самая правильная я считаю потому что это во первых самая быстрая машина из всех во вторых средней доступности и еще с пятью местами это хорошо потому что машина как ни странно она все-таки компактная 4 450 в длину это значит ну что-то вроде до тигуана даже до тигуана представляете ну можете считать что это тигуан но как обычно с электромобилями вроде бы внутри должно быть все-таки больше места это мы все попозже посмотрим давайте начнем с техники потому что это действительно интересно zikr может как говорится здесь у нас два электромотора сзади мощный такой же как на zikr 001 272 лошадиных силы спереди послабее то есть полный привод все они изменяют своим традициям 156 лошадиных сил спереди общий момент 543 ньютон-метра это действительно много а это значит что его динамика отнюдь не слабо 226 до 60 432 ну да наверное это подъем 214 406 406 две десятки разницы но значит что-то среднее то есть 4 и 2 он поедет 4 1 спокойно до охренеть приешь насколько бляха он быстро это делает то есть таких участках 228 4 3 то есть стабильно 4 3 в эту сторону вообще без каких-либо вопросов всегда смотри вроде бы как будто бы 2 13 407 ну вот не знаю 37 мне кажется не поедет не поедет но есть одна особенность естественно это упрощенная машина которая стоит сейчас вот например ее привести под заказ 47 тысяч долларов переводите курс постоянно меняется то есть до 5 миллионов рублей совершенно точно даже где-то 47 вот примерно в этом районе это мне кажется очень хорошо почему сейчас объясню во первых вот эту мощность вы получаете да на таком автомобиле во вторых полный привод в третьих вы просто офигеете как он сделан внутри хотя они изначально задумывали что это будет типа бюджетная машину в китае наверное так и есть ног у нас это чуть повыше классом всей вот этой шелупоне переднеприводной который вы можете сейчас купить под названием и валют всякая фигня skywell еще даже дороже будет представляете вот вы просто представьте насколько зикор крут что может дать вам такую машину это мне кажется уже вы за эти деньги спереди посмотрите у него уже другое немножко впечатление не как мы привыкли видеть у зикора 009 001 но фары все равно вот здесь до основные здесь у нас это просто ну чтобы вам внешне он казался более похожим на обычный автомобиль это просто светодиоды поворотники ничего тут такого нет основная светотехника она снизу ну и конечно же есть несколько фишек как например двери двери открываются кнопкой то есть нет ручек они убрали их совсем как сам класс хорошо это или плохо еще надо порассуждать но тем не менее вы подходите нажимаете на кнопку двери приоткрывается до конца каждый раз не открывается все равно нужно их вот так вот задействовать но есть и та самая фишка как зикри 001 то есть вы сели например в автомобиль до нажали на тормоз и дверь сама закрывается это круто так давай давай похолоди тут немножко потому что жарень просто адская вот но чем нам грозит это отсутствие ручек вообще в принципе потому что у вас ладно изнутри есть механическая открывалка до двери снаружи то ее нет а если что-то пойдет не так как я должен буду отколупывать эту дверь бить стекло извините это не дешевое будет удовольствие явно совершенно и второй момент прямо здесь видим это безрамочные зеркала здесь наверное будет больше всевозможных брызг вот этого вот динамики странной которая вам будет пачка зеркала быстрее ну в хорошую погоду мы пока это не увидим впоследствии все поймем и все будем знать итак переходим сзади сзади тоже ничего не понятно да вот не видно где двери где ручки вот здесь вот эта кнопочка припрятана это лючок нажимаешь сюда и он опускается прям вот так вот целый здоровенный блок причем вот два разъема до медленно и быстро зарядка переходники конечно же тоже будут нужны нам но выглядит прикольно работает тоже с электроприводом все на одной стороне в одной в одном месте нет такого что одна зарядка там другая там чтобы вы не путались вот приехали один бог всегда готовьте все не надо потом будет думать приходим к задней части здесь тоже приколов много потому что это стиль это свое какое-то вот это вот фирменное своеобразие зикровская кнопочка конечно же здесь и сразу глянем на багажник он небольшой есть даже какая-то полочка вот такая сверху которую конечно же можно отцепить и вытащить и вот уже посмотреть лицезреть весь багажник целиком не впечатляет если честно просто багажник наверное даже не самый маленький есть подпол куда все распихать и это конечно же еще не все потому что спереди у вас тоже багажник вот он ваш багажник можете еще сюда положить что тапки на тапки хватит ремонтный набор здесь моряка все он спереди петли капот смотри где то есть ближе к середине вот это вся морда тут так а петли вот тут соответственно омывай очку вам вот сюда заливать а больше вам ничего и не надо ведь это электромобиль а это значит об обычных т.о. и заботах можете в принципе забыть естественно так а также нифига нет разве что только seawork с друзьям возить ладно есть петелька смотрите даже 2 вот это прикол на самом деле вольвовский тема два крючка на двери то есть она действительно серьезно выдержит какие-то ваши пакеты для чего это делать когда руки заняты вешать сюда пакеты да и пока закрывается их они тебе падают в руки уже сами в какой-то момент я так думаю такой тип и ждешь ждешь вот здесь снимаешь и дверь закрылась и пошел шведы ну и китайцы теперь еще то салоне конечно есть и свои приколы и общие зигровские и какие-то новые фишки от которых вы просто будете в восторге но есть и моменты которые вам многим не понравится только если вы не девушка с ним наверное как раз таких вещей здесь нет центрального тоннеля вроде бы это добавляет какого-то простора объема ты вот коленка у тебя никуда да и в принципе не трется ни обо что не падает мне ничего не задевает кроме вот этой штуки части но это в принципе хорошо для восприятия опять же внутреннего пространства которого вроде бы нет не вот грандиозное количество здесь надо было уместить и сделать все но одновременно у вас пропала полочка под мобильный телефон ты теперь не знаешь куда его пихнуть вот здесь же нарисована сумочка и нажимаешь на нее у вас вылезает вешалка на которую видимо в эту сумочку ты можешь повесить соответственно вешаешь ты сюда сумочку кладешь ее видимо вот прям сюда и чё она у вас делает на поворотах ну чтобы прям совсем под педаль не убегала да может быть она на этой штуке повиснет в чем я конечно лично очень сильно сомневаюсь и при этом не только центральной консоли как таковой нет но нет и бардачка в итоге ваши документы просто некуда положить они ездят двери кармашки двери все потому что здесь у вас подлокотник которые вот вы можете вот так вот поднимать управлять вот этим центральным отделением если скучаете по центральному тоннелю и все-таки по коробке передач которые у нас вот здесь рычажком то можете себе и организовать вот так вот берете бутылку сюда кладете и все у вас механика даже ну ладно автомат хотя бы руку можете сможете положить на нее да ну так это у кого-то фантомной боли если что но так вот в принципе все это можно вытащить и убрать клади телефон сюда скажете вы окей кладу телефон сюда ведь здесь есть зарядка 5 причем 50 ватт даже вот так вот через пузырь какой-то его туда можно протолкнуть бах и он заряжается вот вот место для вашего телефона здесь тоже он неудобен ну то есть до зарядка хорошо что она есть но как-то привычнее когда вот здесь все на глазах наверное это потому что мы еще не до конца от телефонов ушли и перешли вот в эти подключения беспроводные всякие apple carplay bluetooth и hands-free и прочее еще визуальное какое-то восприятие хочется понимания что он вот где-то вот тут вроде бы должен быть в итоге ваша инструкция выглядит вот так то есть типа сам во всем разберешься и фиг с тобой ну потому что бардачка то не было большую нельзя было делать давай работой надо им все-таки доделать эту систему открывание дверей все-таки не такого уровня как на зикре 001 они как бы отходят но не до конца вроде бы все есть но что-то вот где-то все равно ты должен ходить вот их везде оттолкать и ручек нет соответственно ты всегда открываешь за саму дверь за уголки дверей ну тоже немножко странно вот это как-то если честно надо привыкать к этому но фишки снаружи и фишки внутри я думаю вы все их уже прекрасно знаете это не первый обзор не самый новый самое важное всегда в каждом электромобиле это то как они его настроили как он едет и как он позволяет вам взаимодействовать с собой у него важные есть моменты всегда которые нужны тебе как водителю и в принципе как пассажиру естественно по каким-то ощущениям по опять же тому как ты можешь этот заряд распределять потому что хотелось бы чтобы и было игрек операция и разные режимы возможности твои да и скажу вам одну вещь я думаю вы ее уже и так прекрасно знаете zikr в этом плане просто крутой я специально уже включил тут максимальную рекуперацию включил спортивный режим потому что ничего не меняется естественно от того что ты там в комфорте или нормальном то есть нет режима эко есть нормальный есть комфорт и есть спорт подвеска ведет себя одинаково во всех режимах то есть если в 001 ты можешь как бы сделать его управляемее да то здесь нет естественно независимая подвеска спереди стойка вместе с пружиной да а сзади отдельно получается пружина отдельно стойка отдельно и в этом нам тоже прикол тормоза чувствуется такие же как на zikr и 001 обычные здесь z sport еще может быть позже появится тогда посмотрим на него да но этой машине так как она и легче и компактнее я думаю их должно хватать по крайней мере по первым впечатлениям плюс как всегда у zikr of но всегда вы узнаете это из следующих видосов да наверное отличная рекуперация которую можно включить максимально и вы будете кайфовать действительно и по минимуму задействовать эти тормоза это ну это важно для электромобиля мы будем это всегда говорить в каждом электромобиле обращать на это внимание здесь рекуперация действительно крутая просто на глазах обратно возвращается этот заряд причем чувствуешь что много возвращается даже если до этого ездил он он все это как бы адекватно считает прикольно и ты замечаешь что она рекуперирует хорошо он правда здесь уже каких-то численных показателей нет а хотелось бы на этой приборочке милипесечный хотелось бы чтобы показывал сколько да там какой силы вот этот вот у нас регенерация идет восстановление и самое первое самое важное на ходу что ты понимаешь что он такой же комфортный как зикор 001 с пневмой вот прям один в один чувствуется как я сначала подумала это точно пружины это точно обычная подвеска потому что комфорт такие такое же покачивание на волнах то есть они прям ну капец я не ожидал если честно что будет так но вот а второе это тишина просто вот мы сейчас едем 100 ребят 100 с лишним 100 с лишним мы едем еще быстрее он офигеть какой тихий просто он тише мне кажется и 001 и минивена как они это сделали обязательно шины вам покажу это continental и eco contact 6 q 20 при этом 245 45 то есть запомните да хотите тихие шины мне кажется стоит обратить внимание не реклама просто впечатление от того как едет эта тачка в том числе и мимо вас когда сани вот снимает на камеру капец тихий просто это 60 ребят я как будто блин стою на месте офигеть офигенная шумка просто офиген по посадке кажется что немножко маловато сидушки то есть сами по себе форма не такая спортивная как в зикрах 001 да например такие классические обычные принципе без каких-либо прикрас круто что не надо искать их регулировки в меню наконец-то вот это вот фантастика то что они сделали то что они действительно на обычных привычных местах это прям хорошо быстро можешь найти быстро отрегулировать из таких приколов осталось только регулировка зеркал там надо заходить искать и равнять ну и плюс проекционный дисплей потому что даже руль вы можете регулировать вот здесь и это тоже хорошо потому что диапазон большой вот выдвинул его к себе классно регулируется все вместе с панелью то есть перекрывать руль тебе не будет эту панель прибора в каком-то из вариантов все вот с рулевой колонкой здесь вместе офигенные просто рычажки на руле просто фантастика какая-то изобразили они да и сам руль в принципе хорош разве что внутренняя часть она конечно будет марка и это уже видно хотя пробег у нас ребята просто там меньше двухсот километров то есть по факту три человека за руль успели подержаться а еще есть вот такие вот непонятные кнопки с тыльной стороны руля которые возвращают нас к крайслеру к мазерате много кто так делал их можно настроить вот в чем наверное самое главное преимущество а теперь перейдем наверное главным особенностям и фишкам которые конечно же проявляются еще и в отделке потому что zikra мы знаем хотя бы мы еще не знаем вы еще не видели до обзора были но я знаю zikra любит вот эти приколы где-нибудь сэкономить здесь вот этот синий-белый цвет как вы увидите в минивэне у нас был то есть я сравниваю некоторые моменты естественно с ним потому что вот например центральный сабвуфер этот динамик он сделан здесь лучше чем в 009 который дороже блин в два раза как минимум до получается вот но просто посмотрите сюда вот за это за мягкую обивку вот этого потолка за крутую в принципе обивку всего и вся кожей не кожей вот здесь ладно мягкий пластик за цветовое сочетание за то как сделаны кнопки даже просто визуально кайфуешь от этого за это от этого просто просто вот все все вот очешник просто как дорогой аксессуар круто ручки в принципе такие же классно ну как ручки ручка она одна только у пассажира то есть задним пассажиром ручки уже нет не доверили но слишком дорого видимо это уже было делать козырьки хоть и обычные но тоже посмотрите с подложкой на зеркало с подсветкой здесь то есть сами мягкие классно сделаны ну прям прям вот огонь по величине конечно они не грандиозные обычные но тем не менее вот коврики зикоровские они это какие-то такие прям домашние прикольно прикольно действительно в салоне прям понравится глазу плюс вот эта фирменная подсветка опять же которая ну вот как будто задний плафон от зикора 001 сюда прилепили это давно нужно было сделать по всему наполнению в принципе это очень сильно похоже на все что мы знаем к чему мы привыкли каких-то особенностей здесь нет музыка хорошая на приличном уровне зикоров скам yamaha это у нас не самая начальная базовая но даже в базовой комплектации вы можете эту ямаху с 12 динамиками поставить доплатив по моему 5 что ли 1000 юаней там написано них и будет у вас сразу топ в принципе я думаю это нужно сделать в любом случае потому что качество как играет отличная ну и конечно же здесь все по-прежнему на местах вот это управление через дисплей и климатом потому что климат потоками да уж если вы за вот эта история надеюсь не будет таких же залипаний и зависаний как зикре 001 но это своего рода фишка как сделали так в принципе везде и пихают то есть бюджетный но нифига не бюджетный но вернемся к тому как настроен потому что к рулевому управлению здесь у меня претензий вообще ноль абсолютно отличное хорошие усилия но есть но сейчас у меня естественно в максимальном усилении тем не менее классно супер информативности потому что мы там где проезжаем и как руль расположен нет но ее достаточно она такая чуть ниже среднего я бы сказал и все четко все вокруг рулю никаких претензий о том как ты едешь в поворотах как ты чувствуешь автомобиль нет вот где есть вопрос это все даже подвеска и ее комфортность потому что да это электромобиль да у него низкий центр тяжести ну настолько его сделали комфортно что если у вас будет какой-то поворот с к с образный то вы почувствуете как он себя вот так вот продольной боковой раскачкой ведет как он как он это делает как он все это проезжает ее слишком много для такой быстрой машины а он же реально блин пушка просто пушка для такой быстрой машины это самая комфортная машина из всех которые мне довелось управлять и поэтому могут быть непонятки вы можете даже испугаться где-то вот при таких переставках как он будет реагировать зато все ускорения все обгоны просто как будто никого и нет просто ты несешься пуля и по резкости реакции и потому как быстро это еще и сейчас наверное самая доступная и быстрая электричка мне кажется и одновременно с этим она нифига не бюджетно нифига потому как он едет он едет покруче многих гораздо более дорогих электричек и если сравнить с той живой и вот вам приспичит выбирать между 5-метровой машины и четыре с половиной метра до этот чуть-чуть подешевле но тем не менее у него будет больше запас хода он будет быстрее то есть она такая типа вроде как должна восприниматься как какая-то зажигалка но он не уступит по качеству обивки и отделки а даже где-то вою превзойдет и по взаимодействию по организации электрической части он тоже войдем превосходит сто процентов новое больше мест выбирайте итак ну я в лес но я бы не сказал что здесь прям много места местов притык прикольная опять же обивка вот эти кресла с интегрированными подголовниками здесь у нас своего рода кимоно то есть кармашки на половину вот так вот почему спрашивается почему вы целиком их не сделали в какой-то прикол видимо вот не знаю логика какая-то своя опять же тоже все красиво единственное что вот с этими дверями здесь хотя бы ладно здесь хотя бы есть динамик вот с передними дверями не знать чего не нравится что там все таки много пустого места то есть здесь как-то уже поинтересней кажется что не хватает каких-нибудь часов например там или какого-то дисплея или чего-то там хитрого я вот доработал немножко сам диван низкий достаточно короткий поэтому сидишь пол высокий поэтому сидишь вот ваши ноги немножко под задор на спинка удобная к спинке вообще вопросов нет я вот в нее сел попал хорошо мест над головой тоже дофига достаем подлокотник и в принципе вот так вот рассаживаемся и чувствуем себя нормально сядет ли сюда третий пассажир вполне похоже что до влезает на у него немножко посадка табуреточная но в принципе место над головой тоже хорошо и самое главное все небо блин над головой вот это прикольно а еще в стиле вага эти сиденья складываются при помощи петелек так вот 40 на 60 причем пол фактически ровный у вас получается да с небольшим может быть минимальным подъемом то есть все-таки чего-то вы здесь перевести такое крупное если уж приспичит то сможете ну и нормальная обивка это тоже хорошо и софиксы опять же не надо будет искать где-то там в подземельях volvo тут помогли я думал все таки что это отделение тоже для задних пассажиров но нет это отделение для передних а это значит что она максимально неудобно и чтобы туда что-то положить для задних это вот эта выемочка то есть вот телефон допустим вот сюда я поставлю и это будет гораздо удобнее чем спередь просто фантастика что здесь они смогли да а там нет 2 usb тайп си и тайп и обычный и воздуховоды и воздуховоды где мои воздуховоды то есть сюда не положили под сиденьями на гляну но нет под сиденьями тоже нет здесь нет и под сиденьем не единственные воздуховоды у вас по бокам все это весь доступ свежего прохладного ветерочка и тепла зимой задним пассажиром до печаль по рекуперации по управляемости вообще вопросов 0 просто шумка бомбы мне кажется лучше из всех автомобилей за последнее время протестированных у них в топовых моделях она хуже чем здесь какой-то космос изобразили хотя у меня были к нему вопросы потому что батарея здесь всего 66 киловатт-часов для такой мощности это в принципе не так и много нас вот вы увидите скоро вою до электрическую мы сняли 88 киловатт-часов вроде бы больше но и сама машина больше и если честно выводы там не утешительные хватит ли этой батарейки ведь заявленный запас хода в нашей версии а там если задний привод то он больше он там 550 по он даже километров если с полным приводом как наша попроще версия таро там 512 если полный привод и максимальная комплектация там уже 490 то есть меньше 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 и вот этот баланс типа сами выбирайте в зависимости от комплектации хотя кто-то там наверное особо не заморачиваться типа я хочу топ хочу чтобы дисплей ездил а поп и получите меньше запаса хода как выяснилось да как выяснить и потом сильная ли это разница ну что ж все будет зависеть от реальности этих километров и сначала я на самом деле расстроился потому что это ларча бишкек парк национальный мы сюда ехали что едешь из города все время в подъем я приехал смотрю 33 киловатт-часа на 100 км веду его порезет и все и ура они все про но нет настало время поговорить о расходе потому что что-то здесь какие-то тайны скрытым мне кажется потому что батарея 66 они считают что хватит на 512 то есть делим на 5 это сколько должно должен быть расход 13 максимум ну 13 с половиной до что-то типа того у меня пока что так не получалось особенно вы бы видели мои округлившиеся глаза когда мы приехали туда на место съемки в ларчу это в подъем отсюда от отеля просто в подъем сколько там получилось сейчас скажу примерно 35 километров 33 у меня был расход у сани 31 на следующий день соответственно я подумал чудо вообще за дичь но фишка в том что туда всегда в город то есть он всегда расходует больше плюс жара плюс вот эти факторы которые очень сильно тоже влияет на электромобиль любой надо охлаждать салон надо охлаждать батарею это он и отдельно может посчитать сколько выделяется именно на это киловатт как например там где-то 1 плюс 1 где-то в час примерно и сейчас спустились обратно то есть у нас получилась такая полноценная поездка где мы смогли посмотреть на расход не только в подъем но и спуск на спуске и общий расход 17 и 7 то есть туда 33 обратно это не обратно 17 7 это общий 17 7 то есть мы его смогли опустить это же нам говорит еще и о силе рекуперации и и блин действительно эффективности фантастика какая-то я считаю что это отличный показатель хотя если посчитать опять же в километры то тут на 350 получается да на 400 максимум вам хватит ну то есть вот реальный километраж он видимо будет примерно где-то около этих цифр конечно когда ему будет более комфортно вы больше километров будете проезжать но опять же с такой динамикой такой расход это круто но что вот еще вам сказать какие претензии кроме вот этой вот поперечной раскачки боковой какой-то в поворотах когда ты вот так вот делаешь да аж подскакиваешь вот так вот из-за то из-за его мягкости вот этой здесь больше никаких вопросов у меня к нему нет никаких вопросов прокатитесь и охренеете просто сто процентов можете приезжать на любом автомобиле каком на роллсе на майбахе с шумками сделанная шумка чтобы было там так закупорено вот приедьте сядьте в zikr x и охренеете сто процентов то есть делаем вывод какой эта тачка не для поворотов нет не будете кайфовать от каких-то поворотов это просто отличный вариант на повседнев который вам будет нравиться именно даже в плохой дороге чего бы у вас там не было где бы вы ни жили не только в городе но он вам будет нравиться приносить удовольствие от своей настройки музыку погромче и кайфуйте тинь-тинь пум-пум он сделал телефон на зарядке самый главный вывод наверное это и шок одновременно то что ты не понимаешь как они в такой цене сделали такую машину потому что это и быстрая штука и комфортная одновременно и классно сделанная внутри и без каких-либо грандиозных косяков в принципе и круто настроены и хороший расход какие тут выводы могут быть в плане электрички она офигенная в плане вместительности она ну компактная да это это видно что она такая комфортная умопомрачительно тихая быстрая офигенная качественная у меня нет для нее каких-то сильных там вот проблем я в ней не вижу их просто возможно с эксплуатации там что-то где-то вылезет но пока что наверное такое хочется пожелание зикру из просто поставить сюда еще чуть больше батареи если это возможно не 66 а хотя бы там 80 это будет просто топовая тачка абсолютно с полной ответственностью заявляю ну и на этом все всем спасибо огромное за внимание выбирайте правильные электромобили и до новых встреч пока и